Добрый день, уважаемый президиум, уважаемые коллеги. Мой доклад также посвящен фитопрепаратам в профилактике рака и старения и частично будет перекликаться с докладом предыдущего оратора Беспаловым Владимиром Григорьевичем. Как известно, фитопрепараты употребляются в качестве лечебно-профилактических средств с древнейших времён. В общем-то, можно сказать, что до относительно недавнего времени это были одни из основных препаратов для проведения лечебных процедур и для профилактики различных заболеваний. Однако в середине XX века во многих странах уже появился интерес к использованию лекарственных растений в качестве профилактики онкологических заболеваний и в качестве геропротекторов. И ряд лекарственных растений содержит уже известные антикарцерогенные вещества, такие как полифенолы, хлорофилл, терпиноиды и так далее. У галеновых препаратов ряда лекарственных растений в экспериментах выявлены эффективные антикарцерогенные свойства и в эпидемиологических исследованиях снижение риска онкологических заболеваний. Очень важно, и здесь необходимо обратить на это внимание, что многие антикарцерогенные фитохимикалии являются нетоксичными веществами, отвечая большинству требований к так называемым идеальным средствам для профилактики рака и старения. Какие же это идеальные, на наш взгляд и по данным мировой литературы, средства? Прежде всего, они должны быть эффективными, но, разумеется, иначе какой смысл в их приеме? Должны быть безопасные, потому что они должны приниматься и могут приниматься длительное время, и, как правило, принимается длительное время. Непарентеральный прием. То есть, конечно, это препараты, которые должны приниматься ПРОС и не должны использоваться по-другому. И они должны оказывать еще дополнительные благоприятные свойства. Что значит дополнительные благоприятные свойства? Вроде бы они и так оказывают хорошие свойства, что помогают не возникать раку. Но при этом было бы желательно, чтобы они улучшали работу иммунной системы, улучшали, допустим, пищеварение и так далее. То есть, вот о чем идет речь в дополнительных благоприятных свойствах. Лекарственные растения и антикцерогенные действия в эксперименте. И если мы с вами посмотрим, то мы здесь увидим достаточно известные по данным литературы средства. Это прежде всего зеленый чай, женьшень, куркума. И, наверное, стоит обратить внимание именно на куркуму, потому что адепты здорового питания считают это средство относительно лекарством от всех болезней. И, в общем-то, можно сказать, что куркума – это универсальная добавка в пищу. То есть, она применяется практически по всему миру. Также при проведении эпидемиологических и клинических исследований также здесь используется зеленый чай, женьшень, ну и, конечно, куркума уже без нее никуда. Мы изучили различные лекарственные растения, и прежде всего мы взяли био-женьшень, далее мы взяли корень элеутеракока колючего, корень левзеи, цветки лобазника, лист березы, лист крапивы, лист подорожника и корень солодки голым. Мы также изучали эти растения на моделях канцерогенеза. Не буду останавливаться на этих моделях, потому что Владимир Григорьевич уже про них рассказал. Также 10 моделей использовались, достаточно широкое количество моделей были взяты для исследования. Также определялась эффективность по определенной формуле. И также, если коэффициент был выше 50, то антикарцерогенный эффект был выраженный, и спектр активности также был выраженный, если коэффициент был выше 60. Лекарственные препараты, которые мы изучили, они оказывали выраженный эффект на множество различных систем и тормозили образование опухолей. То есть это прежде всего нервная система, молочная железа, повторяется. Паноксел – это препарат био-женшеня, только связанный вместе с Германией. Нервная система, опять же, толстая кишка, головной мозг. Повторяется головной мозг, спиной мозг, молочная железа, почки. То есть достаточно широкий спектр антикарцерогенной активности. Нами был поставлен еще один эксперимент, связанный с радиационным воздействием на животных. И мы проводили оценку ингибирующего действия фитоэкогенных лекарственных препаратов в сравнении с синтетическим препаратом. И препаратом сравнения был эфлорнитин. Мы взяли препарат дженшинь, элеутерококк и левзею. Какая суть была эксперимента? Суть эксперимента заключалась в том, что на 615 самках крыс было проведено облучение в количестве 4 грей. Также был взят контроль, который не облучали, и облученный контроль, которым не давали никаких растительных препаратов. Далее после облучения в количестве 4 грей, 10 дней был перерыв, и дальше уже давали препарат контроля и препараты, которые изучали. Надо отметить, что облучение увеличивало множественность и частоту опухолей различной локализации, и мы их разделили по определенным группам. Наблюдали в течение 16 месяцев, потом было произведено вскрытие и уже гистологическое исследование животных. Мы смотрели опухоли всех локализаций и обнаружили, что препарат элеутерококка и препарат дженшиня, вот красным выделены достоверные эффекты, они работают не хуже препарата контроля, то есть не хуже химического препарата. На опухолях молочной железы препарат контроля и препарат дженшиня работали достоверно. На опухолях эндокринных и репродуктивных органах сработал препарат дженшиня. И прочие локализации, которые мы изучали, препарат элеутерококка и препарат контроля. То есть таким образом в нашем эксперименте левзе практически не сработало, а препарат элеутерококка и препарат дженшиня сработал, еще раз повторюсь, как препарат химический, препарат контроля. Также мы провели рандомизированные и нерандомизированные исследования на людях и были взяты несколько локализаций. Была взят хронический эрозивный эзофагит, эндоскопическая картина которого представлена. Что мы изучали? Было взято 83 человека с хроническим эрозивным эзофагитом, из которых 64 пациента, которым перорально по 50 капель 3 раза в день давался препарат паноксел. Еще раз напомню, это с дженшиней с Германией. И 19 пациентов была контрольная группа, которым ничего не давали. И, соответственно, далее подтверждалось это с помощью эзофагоскопии. Какие результаты мы получили? Что паноксел препарат практически в 90%, даже больше, чем 90% случаев, осуществлял полную или частичную регрессию эрозии. В препарате контроля только 3 и 4 частичной регрессии. Далее мы изучали железистую гипероплазию эндометрии. Общее количество пациенток было 20. Из них 11 пациенткам мы давали биоженшинь перорально по 30 капель 3 раза в день. И 9 пациенток были в качестве контрольной группы. И им выполнялся диагностический кюритаж тела матки. Какие результаты? Полная регрессия была в 27% случаях, без эффекта 8 пациенток. Однако в контроле вообще не было никакой регрессии. То есть здесь можно сделать вывод, что биоженшинь практически на 30% сработал и дал эффект в нашем случае. Далее дисплазия шарики матки изучалась. Здесь бралось 48 пациенток. Из них были разделены на 2 сериями. Первая – 27 пациенток, которым ежедневно меняли колпачок с мазью. Для этого подбирали специальный колпачок кавки. И вторая серия – это 21 пациентка, которым делали 5 аппликаций через день. Три курса лечения по одному месяцу. И в первой серии мы наблюдали фактически в 70% полный или частичный регресс. Эффект у нас наблюдался в течение 8-24 дней. Во второй серии мы наблюдали также эффект, но чуть меньше, в районе 60%. Таким образом, ряд лекарственных растений содержат антиксерогенные вещества. И галеновые препараты из таких растений перспективны для профилактики рака и преждевременного старения. В наших экспериментах и клинических исследованиях наиболее перспективны для профилактики рака и преждевременного старения фитопрепараты женьшеня, обыкновенного и лабазника. Некоторые фитоадаптогенные лекарственные средства могут эффективно предупреждать развитие опухоли, вызванной ионизирующей радиацией. Спасибо за внимание. Вы можете хотя бы в общих чертах нарисовать какую-нибудь схему мер или какую-нибудь политику, которая могла бы привести к широкому внедрению применения вот таких препаратов населением в целом? Какую-нибудь направленную, целенаправленную политику вот в эту сторону? Ну, это скорее, наверное, вопрос не ко мне, а к политикам, в общем-то. Ну, политики должны, по идее, опираться в своих решениях на мнение экспертов в эксперт. Бесспорно, бесспорно, конечно. Для этого достаточно много литературы присутствует. И у нас же поставлена задача президентам, что антикцерогенное воздействие и борьба с опухолями выходит на первое место. И, конечно, может быть, в рамках этого нам удастся включить фитопрепараты в политику, как вы говорите. Но, наверное, я от политики, откровенно говоря, далек, и могу только высказать свое мнение, что, конечно, использование фитопрепаратов в профилактике обычной жизни обычных людей, оно должно играть значительную роль. И здесь, в качестве примера, я недаром остановился на пищевой добавке куркумин, которая, получается, вне политики оказалась, но при этом во всем мире, которая позволяет проводить профилактику онкологических заболеваний. И я не призываю всех использовать куркумин, но если хотя бы мы начнем это делать, то, наверное, личным примером в том числе. Я хочу прокомментировать. Одну секунду. Николай Васильевич Лазарев, который является основоположником идеи адаптогенов, много лет назад предложил использовать электрокок, женьшень, фитопрепараты для профилактики рака. Тогда было много, множество работ сделано, особенно на Дальнем Востоке, в Сибири. Но так это и не прилилось, потому что должен быть заказ государства. Вот я вам процитирую сейчас Петра Леонидовича Капица, Нобелевского лауреата, физика, который написал в 1936 году, в 1935. Трагедия нашего правительства в том, что, как и у большинства правительств мира, наука выше их понимания. Они не умеют отличать знак редакторов, шарлазанов от изобретателей, фокусников и черных магов от ученых. Это 1935 год. Как актуально это звучит? И еще одно, с 1964 года высказывание. Нет ничего более тормозящего здорового развития, чем руководство со стороны менее квалифицированных людей, более квалифицированными. В особенности это справедливо по отношению развития науки. Это сказал Петр Леонидович Капица, который был учеником резервфорда, и потом в Кембриде возглавил его лабораторию. Спасибо. Вопрос, пожалуйста. Да, если можно, хочу добавить, что на примере Германии, как это реализовано, в принципе, куркумин уже назначается пациентом онкологическим в тезировках 150, 300, 400, 150 миллиграмм. Для того, чтобы сделать его максимально доступным, применяют это в качестве инфузии. Реализовано это как рецептурный препарат, где активное фармацевтическое вещество зарегистрировано и доступно к применению. Но, конечно же, это специфика региона, и все зависит от врачей. Могут ли они, вправе ли они назначать эти медикаменты или нет. Я предлагаю на российском рынке этот куркумин с сотрудничеством с аптекой, не смог реализовать его применение здесь. Спасибо. Спасибо. Еще вопросы, комментарии? Можно я добавлю? Сейчас у нас выпускает фирма Валар куркумин в чистом виде, практически в капсулах. Но, видите, вся цена вопроса. Население не будет это покупать, потому что для многих это дорого. За 30 таблеток. Еще вопросы? Ну и, кроме того, ведь существуют еще стандарты, о которых нельзя забывать, да, и которыми придерживаются официально все доктора. Поэтому здесь вопрос, который вы сказали, политический, да, он очень тонкий. Я хотел бы прокомментировать одной работой, блестящей, которая сделана, опять же, в Институте демографических исследований Макса Планка. Они проанализировали смертность двух Германий, восточный ГДР и западный ПРГ. За 10 лет после падения Берлинской стены удалось сравнять смертность, которая была значительно выше восточной Германии, чем в западной. Всего за 10 лет. Это поразительный результат направленной политики государства на сохранение здоровья своего населения. Они сделали чудо. Они построили институты научно-исследовательские в Восточной Германии. Они подняли жизненный уровень, хотя для нас ГДР была витриной социализма. И если заботиться о народе, то можно за ничтожный исторический срок за 10 лет достичь таких же результатов. Вот все, что я хотел прокомментировать. Должен быть заказ государства. У меня вопрос по поводу онкопациентских организаций. Это как раз, мне кажется, тот самый инструмент, который может донести до конечного потребителя. И вообще, я думаю, что наше население не обладает знаниями относительно и питания здорового, и в том числе вот того перечня добавок и лекарственных растений, о которых вы говорили. Это всего лишь неграмотность. Вот каким образом у вас есть возможность донести до населения? Потому что до руководителей страны, мне кажется, это сейчас вот на данный момент наверное не совсем возможно это сделать. Потому что это достаточно длительный путь. Но народ может сам принять решение и ну как-то повоздействовать. Какие у вас инструменты общения с потребителями? Ну мы начали затрагивать такие какие-то очень серьезные вопросы политики профилактики. То есть вы сейчас наверное говорите уже о так называемом профилактическом направлении. И конечно здесь ну как и в любом направлении которое требует активного продвижения это прежде всего должно быть донесение информации вы совершенно правы до населения. И с нашей стороны и я и Владимир Григорьевич мы проводим семинары проводим лекции для информирования о возможности профилактики онкологических заболеваний. Все это конечно непросто и опять же мы не можем охватить большой круг населения если только это не делать конечно массово посредством массовой информации но это снова тяжелый непростой вопрос ну скажем так наверное вот мы не выходили на них да и не рассматривали этот вопрос они на нас да то есть вот может быть действительно вы сейчас этот вопрос затронули и мы задумаемся о том чтобы действительно попробовать выйти и проводить лекции но дело в том что там уже пациенты действительно ну скажем так нездоровые да очень часто хотя у этих пациентов есть родственники и как раз эти родственники они наиболее задумываются о том что необходимо проводить профилактику каким-то образом и так далее да и конечно страх рецидива он действительно присутствует поэтому бесспорно это необходимо делать но наверное еще раз подчеркну что это должно идти уже как-то более широко насчет опять же вы сказали правительство но опять же это очень тонкий вопрос но я думаю что если мы с нашей стороны будем об этом открыто говорить то конечно определенную информацию мы сможем донести и наверх потому что онкологическая заболеваемость увеличивается увеличивается прогрессивно и профилактика в данном случае она наверное является одним из тех рычагов которые может ее снижать и вы правы совершенно что это не за один день не за один месяц и даже не за один год но тем не менее если тенденцию начать использовать в эту сторону то конечно мы получим эффект и как сказал Владимир Николаевич хотя бы за 10 лет если мы его получим снижение онкологической заболеваемости это уже будет достаточно хороший эффект здорово love you вы Продолжение следует...